здравствуйте друзья в эфире дачные советы мы продолжаем подводить итоги уходящему году что выросло что нет и почему какие понравились препараты какие нет что будем закупать от чего откажемся в новом сезоне еще несколько добавлю информации к теме которые мы уже начали поднимать прошлой программе это корнеплоды потому что картофель лично для меня для моей семьи это культура номер один на даче сажаю две сотки это red lady hybrid остановилась на нем и больше ничего уже не хочу выращивать и вкусная и красавица и урожай на и очень хорошо хранится выращиваю на узких грядках для кучи вне земли откуда ее взять потому что широкие проходы заложены у меня растительными остатками которые сверху прикрываются небольшим слоем земли а потом кладется рубероид чтобы не росли сорняки чтобы не эти проходы никогда не перекапывать в огороде нет грязи удобно ходить в общем преимуществ у широких проходов масса но откуда брать землю для того чтобы окучить картофель окучивание надо два сделать обычных мы берем как раз и широких проходов вот землю для окучивания картофеля будем брать из бугров которые делаются по центру грядки осенью вот как много я наваливаю почвы затем по весне делаю лунки кладу туда биогумус по 2 горсти и в этом году как будто чувствовал что лето будет дождливом впервые положила по 2 горсти вермикулита ох как это спасло урожай вот в этом дождливом году теперь я буду это все время класть потому что и в засуху вермикулит работает отлично и так биогумус плюс вермикулит все мешаем рыхлилкой и вот в эту пушистую заправленную органикой питанием и кондиционером почвы высаживаем клубни как только картошка взойдет рано весной тут же ее окучиваю беру почву вот из этого бугра причем обращаю ваше внимание перед окучим я снова в нашу по горсти биогумуса через неделю снова картошка взойдет я снова внесу по горсти биогумуса и сверху почвы из этого бугра вот тогда появятся мощные кусты но для того чтобы добиться урожая как у голландцев или хотя бы как у наших белорусов нужны еще и листовые подкормки картофеля я сделала дважды за сезон новым израильским удобрением нутривант картофельный с добавлением изобиона который клала для того чтобы убрать стрессы кроме этого добавлялся препарат от болезни от фитофтора и других видов грибковых заболеваний ридамил голд мц вот это и урожай получаешь на уровне голландских картофелеводов второй вид корнеплодов под который тоже отводится большой участок это морковь все ее дважды один раз для ранней продукции это скороспелые сорта были в этом году шантане и новый гибрид его впервые пробую лагуна мне он очень понравился длинные вытянутые корнеплоды несмотря на то что корнеплоды длинные даже из моего суглинка они не выскочили сильно наружу но конечно нужно все равно окучивать морковь даже если вы сажаете корткоплодные такие как шантане сорта окучивать можно почвой я окучивала торфом причем торфу или вот ткаченко он смешан уже с для гумусом это и подкормка есть корнеплоды обожают биогумус от перегноя корнеплоды становится кривобокими мохнатыми от биогумуса идеальной формы вторую грядку моркови сеяла в июле месяце начале июля это был мой любимый гибрид дардон почаще посеяла вот таких небольших размеров получается порежу вот еще крупнее но идеально считается именно вот такая форма когда диаметр корнеплода не больше двух сантиметров два с половиной у меня получилось крупная морковь это признак того что вы не умеете выращивать корнеплоды там большая разродшаяся сердцевина она невкусная поэтому не передерживайте морковь на грядке поэтому получается такая морковь не надо ее перекармливать зачем нужны лишние нитраты в ней перекормить можно кстати навозом с перегноем многие этого не знают и считают что это от того что мы даем химию почвы от навоза в первую очередь и получаются нитратные овощи то что мы вносим его иногда в огромных размеров совершенно не думая о последствиях отравления идут именно от этого мы же думаем навоз перегной все клади побольше кашу маслом не испортишь испортишь да еще как иногда до реанимации доходит были такие случаи моей практике знаю таких людей и картофель и морковь любят полив особенно в начале вегетации кругом у меня проложены ленты капельного полива картофелю добавила 3 ленту капельного полива чтобы каждом междуряде лежала лента и увлажнение грядки было равномерно свекла моя любимая детройт нера очень сладкая уже много лет ее выращиваю вся одинаковых размеров вот такая вот и очень сладкая корневой сельдерей сею феврале выращиваю в теплице об этом подробно информацию найдете в журнале февральском журнале буду очень подробно об этом писать попросила меня жительница села ширя его который никак не получается корневой сельдерей ну во первых надо семена нормальные купить профессиональные дорогие семена и все получится о тонкостях выращивания подробно пишу в журнале в февральском журнале надо знать где взять хорошие семена я в прошлом году брала антона бордукова очень хорошие гибриды крупные получились кстати антон обещал мне завести в этом году лук визион вот этот гибрид изумительный плотный хранится долго очень урожайный его семян в прошлом году невозможно было найти ни в одном дачном магазине хотя просил и умолял через свой журнал в этом году антон обещал завести семена этого лука лук визион и таким образом лук иксибиши надо съесть до 1 марта дольше он не хранится начинает бурно расти а потом я перейду на лук визион который хранится в течение 8 месяцев по технологии выращивания лука несколько слов хочу сказать почему лук не у всех получается хорошим и крупным но мы все время забываем что лук капуста и огурцы не терпят кислой почвы и обязательно под них нужно вносить периодически залу раскислять почву не залы значит придется кальциевую селитру покупать ее рассыпать между рядей поливать и заделывать почву кто-то известковое молочко делает это нужно взять извести пушонку развести в воде и ею поливать почву но это надо делать обязательно лук как и чеснок одно семейство как и все луковичные цветы сажают только внося в бороздки биогумус ни о каком перегнозе встречи быть не может получите толстую шейку и будет лук плохо хранится у вас в зиму ботву идет до ни в коем случае биогумус пожалуйста эти какая разница навоз дождевых червей недаром называют основным хлебом для растений вот при посадке вносим биогумус высаживаю рассаду за лето 2-3 раза залу заделаю в почву с поливом полив капельный вот и все нож кто хочет рекорды получить килограммовые луковицы эксибишен и 400 граммовые луковицы лукавизион все могут подкормки по листьям луку сделать нутривантом дать изобион пару раз и будете удивлять всех гостей размерами лука на своем участке и так подвожу некоторый итог под наш разговор для того чтобы получать хороший урожай экологически чистой продукции надо дружить с такими удобрениями как на первом месте ягумус затем гуматы частности гумат калия суспензия хлореллы только сегодня получила звонок от маргариты дмитриевны титовой которая попросила меня сказать какие перцы она вырастила очень много использовала начиная с рассадного периода далее суспензии хлореллы закрывая все культуры абсолютно все овощные культуры с панбондом номер 17 более толстым нельзя украдете свету растений и сделайте им зло вместо добра только 17 спанбондом вы получите экологически чистую продукцию вам нужно будет обрабатывать овощи от вредителей инсектицидами ядахимикатами вот на этом этапе думаете как спасти урожай от ядов закрывайте грядки не давайте вредителям там хозяйничек и все будет великолепно отправляемся к антону бардукову биогумус хорошего качества и по приемлемым ценам а также жидкий биогумус и внимание новинка эко грунт можно заказать самаре по телефону 972 70 95 здравствуйте галина константиновна я могу предложить следующие сорта и гибриды корневого сельдерея первый сорт называется и без ранний универсальный сорт можно высаживать раньше других ботва хорошо защищает корнеплод корнеплоды массой до полутора килограмм легко очищается благодаря тому что корни находится в нижней части корнеплода предназначен для реализации свежем виде переработки а также хранения наблюдается хорошая устойчивость септориоза и стрелкования второй гибрид корневого сельдерея называется болена это среднеспелый гибрид период выращивания 140 142 дня при разрезе сразу бросается в глаза белоснежный цвет и структура без изъянов вес плода до двух килограмм а также главной особенностью этого гибрида является его устойчивость к болезням и стрессом сельдерей болена отлично хранится также к полезным корнеплодом относится дайкон я с радостью предложу вам несколько вариантов гибрид айскон отличается ранним сроком созревания нежная белая мякоть делает корнеплоды одним из самых привлекательных на рынке также корнеплод устойчив к цветушности подходит для потребления в свежем виде переработки и хранения следующий гибрид называется пика он также имеет ранний срок созревания размеры корнеплода достигают 25 сантиметров окраска корнеплода белая без зелени шейки что делает его более красивым хорошо переносит повышенные температуры и толерантен к жаре корневым болезням и цветушности имеет нежный слабо острый вкус а также наблюдаются хорошие показатели при хранении а также в нашем ассортименте имеется большой выбор всеми любимой редиски профессиональной упаковки фирма агромагистраль предлагает широком ассортименте профессиональные семена ведущих зарубежных и отечественных производителей а также высококачественные удобрения и стимуляторы роста средства защиты растений от болезней и вредителей магазин находится самаре на пересечении улиц димитрова и молодежный телефон для справок 8 917 818 81 но не только дождевые черви готовят пищу для наших растений очень большая роль в этом принадлежит эффективным микроорганизмом их называем н полезные микробы очищают почву готовят пищу для растений их роль очень велика в природе и благодаря японским ученым появилось очень много препаратов на основе этих микробов а некоторых из них сегодня расскажет лариса бежном алания здравствуйте друзья сегодня я расскажу об эмпластмассе и м технологии очень развитые м это эффективные микроорганизмы которые можно использовать отдельно от белковых тел и переносить на пластмассу глину ткани воздействие м пластмасса эффективно в радиусе 30 сантиметров оно полезно для растений и для людей растения лучше развиваются меньше болеют у них больше цветоносов а люди находящиеся рядом с м пластмассой чувствуют прилив энергии у каждого дачника обязаны быть м рассадница с м пластинами семена посеянные в таких рассадницах лучше всходят растения лучше развиваются м пластины из м рассадниц используются круглый год кладете их летом под растение на улице зимой под цветочный горшок дома для пикировки растения у нас есть м стаканы круглые и квадратные с м пластиной которые можно использовать для растений или положить в банки с крупами там никогда не заведутся моль или букашки для пикировки рассады можно использовать м кашпо с поддонами многоразового использования у нас их несколько видов м лейка тоже необходима вода постоявшая вне 15 минут аналогично родниковой так как она будет полностью очищена от хлора при поливе такой водой у растения улучшится рост объем и фотосинтез следите за новыми технологиями будьте в курсе событий приходите к нам центр центр природного земледелия лариса малайной предлагает семена овощных цветочных зеленых культур м товары грунты удобрения фитолампы все для выращивания рассады телефоны для справок 9 545 165 2 252 305 внимание на работу требуется продавец здравствуйте дорогие друзья скоро самый замечательный праздник долгожданный любимой всеми это новый год какой же новогодний праздник без елки елкой мы называем и пихту и ель и сосну которые оформляем к новому году в этом году мы привезли пихты и здание вот эта пихта нормандиана она обычно не зимует у нас на улице то есть садовом центре для посадки на улицу мы его не можем предлагать потому что эта пихта не зимует сейчас она просто срезанная без корневой системы она используется только как новогодняя елка чем же отличие от елей и сосен посмотрите очень густая крона пихта во первых долго стоит не осыпается пихту надо поставить во влажный песок или же можно поставить воду и она будет пить воду и долго стоять у вас в квартире это первое второе голки очень мягкие они не колется это особенно важно когда маленькие дети чтобы они не укололись посмотрите какие мягкие мягких воинки долго стоит очень пышная компактная крона не осыпается вот все преимущества вот этой вот пихты и конечно красавица даже не верится что она живая да она живая на самом деле живая у нас есть самые маленькие где-то метр двадцать пять высотой метр семьдесят пять два метра и несколько штук осталось пихты высотой три метра их было немного всего где-то 7 штук я думаю на всю самарскую область это совсем немного а этих пиц мы привезли в этом году впервые 250 штук поэтому спешите если вы хотите такую красавицу иметь у вас дома выбрали вот такую красавицу и посмотрите какие необычные коробки разных расцветок уже готовы ведь всегда дети особенно в первую очередь бегут посмотреть подарки которые лежат под елкой и даже взрослые превращаются в маленьких детей в новый год и хотят увидеть необычные подарки красиво оформленные под елкой и это все вместе создает новогоднее настроение а если вы еще поставите композиции в разных углах дома посмотрите вот она елка вот если самое темное место где-то в интерьере дома можно поставить необычные или просто оформить все необычном стиле композиции будут быть абсолютно разные посмотрите взяли просто высокая стеклянную вазу наполнили шишками а сверху поставили комнатное растение это орхидеи и положили три новогодних шарика все новогоднее настроение уже создается и композиции настольные могут быть разные маленькие большие вы можете это сделать сами взять просто свечи поставить несколько веточек новогодних игрушки и все и композиция готова садовый центр вергухой поздравляет всех жителей самарской области с наступающим новым годом мы желаем вам здоровья любви радости хорошего новогоднего настроения пусть все плохое останется в семнадцатом году а восемнадцатый год принесет вам много улыбок и радости с новым годом магазины цветы садового центра веры глуховой предлагают комнатные цветы и средства ухода за ними кашпо семена овощных и цветочных культур удобрения почвогрунты инвентарь